при создании этого ролика я потратил свое личное время и немного денег вы смотрите этот ролик абсолютно бесплатно я не прошу вас ни копейки но вы можете поддержать мой канал подпиской лайком и комментарием приветствую вас брать самогонщики сегодня перегоняю вот этот спирт сирец получил я его из браги брагу я стоял на манке манка это мелко перемолотая пшеница то есть в принципе у меня получится пшеничный деселят сегодня работаю вот на этой тарельчатой колонне шесть этажей колонна 3 дюймовая с выходом на клампы 2 дюйма колонны это от дом спирт у меня тоже от компании дом спирт сейчас я оборудование соберу и все вам покажу давайте покажу вам какая у меня конфигурация оборудования получилось как я уже сказал куб у меня от дом спирт в кубе 14 литров спирта сырца а спиртуозностью 25 процентов сверху на крышке куба у меня стоит диоптер дальше стоит колонна дом спирт медная с провальными тарелками зачем я поставил диоптер чтобы холодильник не уперся в крышку куба узел отбора по жидкости дальше в качестве дефлегматора я поставил холодильник дим рота стекле дим рот в стекле это всегда эффективно и красиво температура верхней точки дефлегматора 33 1 здесь стоит у меня датчик подключение воды сделано у меня раздельно вот она подача стоят штаны дальше вода идет в спираль дим рота движется по спирали вода навстречу пару и дальше возвращается по прямой трубки и отводится в канализацию на выходе стоит игольчатый кран вторая ветка пошла вот сюда в холодильник вниз вода движется также навстречу пару отводится сверху в канализацию и точно также стоит регулировочный кран процесс у меня уже идет давайте посмотрим температуру в кубе так температура в кубе 86 5 колонна стабилизировалась примерно в течение 30 минут настроил вот такой по капельный отбор со скоростью примерно 300 миллилитров в час по калькулятору мне нужно будет отобрать 100 миллилитров голов но как вы знаете зерновых брак голов нужно отбирать как минимум в два раза больше поэтому естественно я буду ориентироваться не только на калькулятор но и на свой нос как только отберу головы и подголовья начну отбор тела подключусь и все вам покажу в комментариях начинающие самогонщики меня часто спрашивают че гевара скажи а где найти такой-то калькулятор я всегда им отвечаю что все калькуляторы собраны в одном месте на сайте c2 h5 h там можно найти абсолютно любой калькулятор а самое главное калькуляторы там все правильные кроме того на сайте можно скачать приложение на телефон и пользоваться этим приложением абсолютно бесплатно давайте посмотрим как у меня идет перегонка и так в кубе температура 87 и 6 десятых 78 и 3 десятых узле отбора вот эта температура устаканилась у меня после того как я отобрал головы и подголовья сейчас я отбираю тело отбор настроил со скоростью два с половиной литра в час давайте посмотрим какая идет спиртуозность итак температура 21 и 6 требуется небольшая коррекция ориометр у меня асп-1 шкала 90-100 ну и как видите показывает 90 с небольшим ну вот с учетом коррекции это как раз таки и будет 92 сейчас отбираю тело тело я буду отбирать до 94 в кубе кстати с колонной дом спирт очень легко и удобно ориентироваться когда же наконец настанет конец погона как только дело пойдет концу погона нижние стекла начнут запотевать и как только у меня запотеет три нижних стекла это как раз таки и будет температура примерно 94 95 плюс минус и это будет опять таки сигнал что погон нужно заканчивать ну и опять таки мы здесь зафиксируем скачок температуры на одну десятую градуса вот смотрите я вам показал что 78 и 3 было сейчас стало 78 и 4 вот видите температура скачет то есть я уже много раз про этот эффект говорил вот на этом термометре на дисплей всего лишь одна цифра после запятой я уже показывал на высокоточном датчике на своей автоматике лаки бокс что после запятой может стоят допустим две цифры и одна цифра может быть здесь тройка а следующая за ней девятка и получается так допустим семьдесят восемь градусов и тридцать девять сотых и по моему конечно же одна сотая градуса может туда-сюда скакать поэтому всегда стоит ориентироваться не на скачок на один градус вот на таких термометрах то есть не на одну десятую градуса а все-таки на две десятых потому что мы не знаем какая здесь четвертая цифра и нужно предполагать что все-таки здесь цифра ну больше пятерки обычно так это и бывает и так как только у меня закончится отбор тела то есть я вам покажу и запотевшие стекла и температуру в кубе и конечно же скачок температуры ну а потом подведем итоги сколько же мне удалось отобрать во время перегона обычно заняться особо нечем поэтому посмотрите что соорудил вот такой вот термоконтроллер подключил к нему звонок вот здесь датчик термоконтроллер подавите немножечко другую температуру показывает отличную от вот этого термометра но это в принципе не важно главное что здесь показания должны быть стабильны видите показ 81 и 4 вуз выставил 81 и 5 то есть скачок на одну десятую и звоночек должен не будет про это просигнализировать и это будет уже совсем скоро смотрите во первых температура в кубе 93 и 1 движется 94 во вторых я вижу что одно не нижнее стекло уже точно запотело то есть все признаки тому что перегон движется концу ну и здесь в банке эти отобрал уже порядка двух с половиной литров осталось еще совсем немного но слышите сигнализирует мне термоконтроллер давайте посмотрим температуру 94 идея 95 ну и посмотрим затем запотевание стекол три стекла точно запотели нет четвертая еще не запотела все смотрите почти трехлитровая банка и отбор пора прекращать давайте подводить итоги моей перегонки так получилось у меня три литра замерим спиртуозность 21 и 1 и ариометр показывает с учетом коррекции 91 и 5 вот такие вот результаты я разведу вот этот дисцеллят до питьевой крепости в 40 процентов недельку меня он постоит а потом я с вами его продегустирую а пока брать самогончики на этом все как всегда не голов и не хвостов чтобы не был на сцене всем добра скоро увидимся